только затвор а ну давай быстро еще народ здорово сегодня выехали с григорием я его позже покажу пострелять он сейчас в кадр придет пострелять не просто так пострелять глушитель раз причем григорий предложил попробовать на его винтовке глушитель так как резьба одинаковая с аркой у его рогера 1.2 на 28 у неф глушители есть как быстросъемы так и тот который крутится на резьбу поэтому я сейчас просто прочищу ствол немного вот стреляю с дтк и затем будем уже крутить глушители на арку и на рогер и проверять 50 и 100 метров в общем выехали сегодня попробовать так что пробуем загнем по-моему не чуть-чуть низик влево вперед прицельчик у меня визион кинг 1.8 на 26 я стрелял на 50 но пристрелка на 50 и на 100 это немножко разные вещи так возможно нужно немного подкрутить его вверх и чуть-чуть и чуть-чуть левее право закончилась сейчас я рычаг еще рычага то уже нету видно где на него видно она почти в центр вот прошлое твое чуть ниже и левее сейчас по моему чуть выше да так значит по одному клику нужно вернуть две штучки патрончики это по-моему селерен не не селерен это по моему порно дифронтир 55 я еще жду было два патрона все так вот и григорий показался я ему кстати дал немного другие патроны я стрелял а я стрелял грекко 223 55 грейн а григорию я дал селер энд белла тоже 55 вот такие вот патрончики ну пробую как они покажут он сейчас на задержке с правой стороны вот вот кнопочка широкая нажимать а понял ты класс смотри приклад служил без от тебя подачи почти вообще нет у поляра третьего построение 308 премьер а вот дтк нормально так до пой на три часа гильзы летят я может с газблоком угадал наверно я же уже регулирую надо еще один бахну будем ставить глушак глушак а а А, ты в левую? Да, ну да, вверх еще нет. Так, в левой. Короче, десятка возле внутреннего кружочка. Где второй, не знаю. Или по центру, или улетел. Нет, вот садик нет. Будем считать, пристреляли. Так, сегодня у нас два глушителя. Это новый Quick Detach глушитель от Steam. Называется Horde QD-T. И это титановая версия, глушитель. Потому что есть еще стальная, она чуть дешевле. Здесь вариант у нас идет два. Можно заказать себе или ДТК, или пламя газ. Такой резонирующий. Они в основной массе своей меняются внутри вот этой насадки. То есть откручиваются гужончики. Чем эта система хороша? Что можно отрегулировать положение ДТК, самого дульного устройства, как вам нужно. Ну а глушитель уже ставится на эти три зацепа. Потом зажимаются. Сейчас все попытаюсь показать поподробнее. И будем смотреть. Сейчас мы снимаем пока то, что стоит на... Он раскрутился. Не надо этот самый поджимать. Видал? Да. Из этого, кстати, могло что-то и поползти куда-то. Значит, сейчас придется бахнуть с равным устройством. Потом уже будем смотреть по этим самым дальше. Так, в комплекте есть вот такой ключик специфический. Наверное, распаковки показывал. Кто-то вдруг не видел, посмотрите. Так, и я тут чуть-чуть уже подогнал его под... Под слой этот самый. И он должен вот таким вот образом стоять. Вертикальная прорезь одна вверх, две вниз. Как бы для стока газа. Ну, на самом деле, это, конечно, стока газа, что особо оно ничего не мешает. Не дает вернее. Давайте я пока поставлю, покажу, как быстро съем ставится. Вот таким вот образом. Не видно. То есть вот в эти проемы ставится, проворачивается. И потом просто все зажимается. И все. Глушитель установлен. Блин, такой звук от этого стали через наушники интересный. Но мы для начала стрельнем без глушителя. Нужно выжать вот эту кнопочку и его открутить. Держим. Откручиваем. Чуть назад проворачиваем. Снимаем. Все. Баночка снята. Сейчас попробую бахнуть. Просто самим резонатором. Посмотрим, куда летит. И дальше уже будем... А, потом ДТК, наверное, поставим. И попробуем вот эту вот связку пламегаса с глушителем и ДТК с глушителем. Итак, пробую пока с пламегасом стиловского комплекта для глушителя. Посмотрим, куда летит. Потому что я немножко перекручивал прицел. Продолжение следует... Ну, а что, где вы? Теперь правую или левую? Влевую. Вначале назад надо держать. Что там получается? Ниже пришло. Ниже? Да. Сильно? Ну, восьмерка внизу. Ну, наверное, целимся по-разному. Да? Ну, в половине может быть, потому что... Так, немножко скорректировал, потому что внизу ходит и, не отходя далеко от кассы, ставим глушителем. Немножко его нужно тянуть вперед, чтобы он внутренними зацепами зацепился. Здесь на трещоточке все зажимаем. Так. В операции смотрим. Все вроде стало на место. Ну и как бы... Я вот попробую все-таки с ЛРНБ, чтобы не менять боеприпас. Потому что... Вот быть нюансы. И тут осталось их всего... О, как раз на два по три. Я оставлю на потом. И сейчас мы стреляем... В левую мишеньку. О! Почти десятка выше. Чуть легее, да? Один клик, наверное, и все. И будет ровно в десятку ложить. Клик вправо, да? Да. Ах ты, блин, дернул, наверное. Да, дернул. Сильно ушло вправо. Как тебе звук? Отлично. Ну, надо пробовать без наушников. Ну, это я сейчас попробую другим патроном. Давайте возьмем дековский. Дековский патрон. Тоже FNG. Попробуем без наушников. А то, ну как, оно все равно слышно звон, но... А, это звенит резонант. Кстати, проверяем. Глушитель чуть нагрелся, но банка не раскрутилась. Все держится прикольно. Без вопросов. Так, я, наверное, вправо. Там центр свободен. Да. По-моему, вниз, вправо. На краю девятки. На 4 часа, посмотри. А ты, может, не увидишься, будет. Ну, мне плохо видно. Ниже ушло на 5 часов по центру восьмерки. Выше по центру... На 12 часов восьмерки легло. Странно. Что-то такой разброс интересный. Есть ли два в районе пятерки? А, все, извиняюсь, я не увидел. На 5 часов возле края десятки. Да, возле края десятки. То есть, видишь, с сейлером я, когда стрелял, они по левой мишени практически все в десятку пришли. А взял другой патрон на том же глушителе, они начали немного вправо и вниз брать. То есть, это дело патронов все-таки. Все держится, не раскрутилось. Сейчас я меняю резонатор на ДТК. Мы попробуем с ДТК, он более шумный. Главное, не забыть наушники одеть. И стил тоже вышли на связь. Я не знаю, то ли у них там как-то что-то меняется. Так, здесь откручиваются три гужончика. Сейчас это далеко, и покажу потом, но поближе. Они просто немного выкручиваются. Положи его на стол. Дело в том, что здесь разные патроны. Есть какой-то из патронов... Значит, есть патрон, который 860 метров в секунду выдает, а есть, который 1000 с чем-то. То есть, заглушить их очень тяжело в любом случае. Какой из них, я сейчас не вспомню. Это надо по характеристикам посмотреть. Но Селаровский мне больше нравится. Он как бы и летит получше. Вроде гека какой-то, он кривоватый. Сейчас, походу. Подожди, а у тебя там пламегаз или ДТК сейчас стоит? Ничего, он девятки. А, там гайка просто есть. Я забыл. Пламегаз на мелкаске стоит. Ну что, поставил я ДТК. Сейчас пробуем на гековских патронах. Что-то они мне не особо нравятся, если честно. Так, наушники одели. Значит, пробуем сейчас. ДТК-шку просто. Как она летит на 100 метров. Ну и сам патрон. На какой мишень будешь работать? Да я знаю, какой плохо видно. Давай в правую, там на центре есть еще место. Так еще нужно будет по гушаку посмотреть. Ладно. Я знаю, что я давай вот между двумя мишенями. Видишь, вверху есть маленькие такие. Да, я под него буду целиться в правой. Хорошо. Ладно. 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 На 7 часов. И ниже. На уровне восьмерки. чтобы точно сказать вот центр между двумя мишенями видишь белую линию и вот почти на ней на уровне восьмерки по моему выше ушло ничего нет хотя не я увидел на уровне девятки ушло ниже на том же уровне ниже на уровне девятки по центру да между мишенью странно я целюсь вот левая мишень и и левое плечо как бы левая от нее получается правая от нас получается наберет прям вправо и ниже рядом с прошлым выстрелом пипец шумный конечно глушитель давайте далеко не ходить и два раза не вставать сразу снаряжаем патрона я ставлю глушитель так вроде зажал 53 патрончика теперь правую мишеньку в центр целюсь правую обычную правую да ниже ушло да уже увидел она берет если ты ровно в линию девятки попадают они там два рядом пришли то есть ты пациент центр нормально она нормально но но низе ну это гека гека кстати патрон теперь вот у меня осталось три север нб вот вот чисто чисто для сравнения ребята на самом глушителе то есть по сути тихо не только глушитель пристим но немного и патроны разные патроны напоминаю 55 я когда-то уже стрелял с силовским глушителем вот он у меня здесь лежит обычный иммортал а это нужно заметить quick detach это немного разные глушители сами по себе поэтому нужно понимать так вот на легких пулях кстати здесь триста 18 если кто забыл у меня на дебешки на легких пулях стрельба без глушителя с глушителем отличается то есть глушителем обычно он или сеять начинает или низе данном случае видите что по сути дело просто мы меняем патроны и получается вот такая ситуация разная на патроне так трончики в край десятки только сверху на 11 часов немножко непонятно почему в левый глаз через щель между ловером прилетают немного газ все-таки откуда-то идет а последний пришел вниз десятки на пять часов но в зачетном круге да то прекрасно видите то есть то что я и говорил все-таки патрон селерен было патрончик получше чем гека а дороже я не помню на 1 или на 2 на 2 гривны ну что ради интереса можно попробовать еще тяжелым тяжелым патроном стрельнуть мы то есть фронтиры хорнодевский на 68 грейн он еще и холлоу-поинт кстати это были патроны fmg и киевики у меня где-то еще ссп были давайте две штучки тяжело тяжело патроны попробую как видите стреляю без наушников новую я не сказал что сильно бишь немножко щелкает как как хлыст но в принципе очень неплохо получается опять в центр и да ниже прямо в линию 6 часов девятку на линию девятку и восьмерку ровно в стык линии уровне ушел только немного левее на 7 часов даже тяжелая пуля немного низи там с лрнб вот 55 летит десяточку непонятно наушники можешь снять это немножко патроны когда вставляешь ты вставляю его до половины с самого переда не надо его толка так неудобно видишь он уже типа шахматка он защелкивается и так так я беру правую мишень я пробую сейчас правой мишень я маленькая мишень справа сверху там посмотрим куда они пришли у 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok